75 лет исполняется детско-инфекционная больница Республики. Как сегодня работает медучреждение, кто его основные пациенты и что отличает его от других больниц, расскажет Евгений Тайтонов. Операционный зал. Здесь под масочным наркозом оперируют несовершеннолетнего мальчика. Диагноз двухсторонний эксудативный средний отит, вызванный воспалением среднего уха инфекционного характера. При вирусных инфекциях аденоиды увеличиваются сами по себе, и вследствие этого у ребенка образуется эксудат в ухе и носовой полости. Если вовремя не оперировать, последствия могут быть плохими. А пятилетняя Алина поступила в эту же больницу с острым отитом. Благодаря своевременному обращению и лечению она уже чувствует себя отлично. Уже двушки не болят, да? Домой хочешь? Да. Как мы чувствовали? Класс. В этой больнице мы не в первый раз. Получилось так, что когда ребенок родился, Алина, в 10 месяцев мы попали в эту же больницу с таким же заболеванием. Ну, с отитом, с острым отитом. Нас тоже прооперировали. За пять лет видно, что помещение, ну, здание больницы изменилось очень в лучшую сторону. Детская инфекционная клиническая больница является специализированным учреждением в республике, которое оказывает помощь детям с инфекционной патологией. Вирусные инфекции, которые осложненные, да, плюс кишечные инфекции, которые сезонно у нас проходят. И в лор-отделение у нас дети поступают с патологией болезни уха, горла, носа. В больнице делается все для маленьких детишек, начиная с ярких указателей в коридорах, заканчивая центром сопровождения пациентов. Также для удобства работники больницы, одним из первых в республике, запустили круглосуточный колл-центр. Евгений Тайтонов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.